Субтитры делал DimaTorzok И это хорошо, чтобы снова поделиться с вами той радостью, той привилегией, которую мы имеем как верующие в Иисуса Христа. Что вы проповедуете все время о Христе, о Христе? В других церквах какие-то интересные истории рассказывают, а вы все время о Христе проповедуете? Я не знаю, что Христе, что Христе, что Христе, это то, о чем надо проповедовать, узнать его больше. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Д recognized Philip DimaTorzok И еще субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok под always Другие Другие Истатис Khan Другие Другие Но Иисус часто говорил людям, которые получали исцеление, чтобы никому не рассказали. И Иисус очень рады, что вы высказали, но вы не сможете. Потому что было опасно, что все его время пойдет на то, чтобы быть где-то и к нему принесли больных, и он бы исцелял их и кормил, и он бы не мог учить учеников и не мог бы проповедовать. Но из-за этого они не смогли, что им того, что они имели из-за этой любви, чтобы прожить, чтобы восхотнение к нашему миру, и мы могли бы кроме умереть. И Иисус кристос присоснул на землю, чтобы не отсталить нас, чтобы перестать, а не получить в небе. Но Иисус Христос был вертелем, поэтому мы вернемся к вертелям. И апостол Петр, первая глава 3-4, говорит, «Благословен Бог и Атес Господа нашего Иисуса Христо, воскресивши нас и благословивши нас всяким духовным благословением в небеса». В таком случае, когда мы вернемся к вертелям, «Благословен Бог и Атес Господа нашего Иисуса Христос, воскресивши нас и благословивши нас, Мы считаем, что у нас не совсем достаточно этих земных блахов. Мы очень много, как мы только мы с вами делаем это, которые мы делаем на этих двух целях, и если мы делаем это, то мы делаем это очень много, мы делаем это, что мы делаем это. Мы забываем, что Иисус пришел, чтобы дать нам небеса, и Он приготовил для нас небеса. Мы говорим, что я, Иван Ильяттиан, когда буду приготовить его, потом я возьму и возьму, чтобы вы были сомноли и я. И когда мы говорим, что мы сейчас живем, что вы сейчас живете, чтобы вы приехали, а к вам и сомноли, чтобы вы были сомноли, чтобы вы были сомноли. В четвертом стихе сказал, что Он выбрал вас в Нем, то есть в Иисусе Христе, но для небес, прежде всего создание мира. И когда мы говорим, что в этой ситуации, мы поздравляем в Иисус Христа. Это очень трудно, знаете, для понимания, для как-то представить, как это произошло. В нас, в 21 веке, уже видели еще один создание мира. Мы делаем это сделать, мы делаем это. В любом случае, мы делаем это 21 годы, мы делаем это, мы делаем это. Поэтому нам не всегда нравится читать радословие и радословие Иисуса Христо. В очень время мы не могли бы это сделать, что мы не знали, что мы не знали, что это был Иисус Христос. Мы видим, как Бог следил за тем, чтобы именно те люди, которые должен был родиться Иисус Христос. И они явноamic, что мы не знали, что хотели бы это пугать, потому что те люди учитывали gern Христос, то я не знали это они, это было операция так вот и верность данным. Я пришел от него и находилась, потому что ваш гектар, это связи сielen, ищи mentally. Мне очень нравится, что это дело. И вот в прошлом году, когда мой отец жил, переживал войны, голодовки, концлагерья. Тысячи людей вокруг него умерли, не дав потомство. Тысячи людей вокруг него умерли. Но Бог следил за тем, чтобы мои родители выжили в то время, чтобы и я родился, и еще услышал Слово Божье, и принял его. Тысячи людей, которые мне нужны, и мне нужны, и мне нужны, и мне нужны. Я думаю, что с твоей истории, как в этом мире, я знаю, огромное трудов, хранится, трудозоны и другие, Господь позаботил себя, чтобы вы родились в этот мир. Тысячи людей, вы уничтожит. Вы уничтожите все деньги, потому что многие наши работы, вы уничтожите наши трудности, но я считаю, что мы учимаем в этот мир. И кто-то воспринимает это как должное, но в этом есть великий промысел Божий. И дальше сказано, что Он предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа в благоволении воли Своей. Это пятый. Пятый. Что это значит, усыновление? И в то время, когда апостол писал это послание, это было очень распространенным явлением. И сейчас вы знаете, есть такие. Это очень хорошо видно на истории блудного сына. Когда блудный сын осознала свою состояние, он возвращается к этому, который я сгибил против неба и против тебя. И я сказал, что я не могу назвать твоим сыном, что я не могу назвать твоим сыном. И я не могу назвать твоим сыном, но я не могу назвать твоим сыном. И отец мог, как старший сын, сказать, ну хорошо, я теперь прошу, иди там работай где-то. Но мы видим, что отец восстанавливает его полностью вот в этих правах сынах. Мы видим, что в этой стране, что он не может быть в этих правах сыном, что он не может быть в этих правах сыном. Он возвращает ему, говорит, дайте лучше одежду, а персин на руку его, потому что это как символ власти, который имеет отец, который занимает свою персин. И это могло быть в нашей жизни, если бы мы тоже пришли, попросили простите, и отец сказал, хорошо, я теперь прошу, но мы не получили бы вот этого звания для детей божжих. Если мы родители, мы были в следующем, что мы были в этой стране, то мы были в этом году, я не могу назвать, но я не могу сказать, что я не могу назвать. Мы получили вот этого наследства, которое мы будем говорить дальше, Продолжение следует... 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 Мы говорили, что это наследство, которое Бог приготовил для нас в небесах. Мы говорим, что это наследство, которое Бог приготовил для нас в небесах. И знаете, кто-то, ну я помню еще, в те атеистические времена, которые были представлены, что дети, верующие вечности будут сидеть под праздничными деревьями и ничего не делать. Я очень рад, что мы с вами говорим о словах, азиастические времена, что мы говорим о том, что мы будем делать это, что мы будем делать это, что мы будем делать это? Ну вот, в этой же главе говорится о том, кто есть Христос, 22-23 стих. Что церковь – это полнота, наполняющая все. И Христос глава этой церкви. И Христос – это полнота. И посланник евреям, 2-й, 5-й стих, говорит, что не ангелам покорил Бог будущую вселенную. То есть, что фактически люди, во главе с Иисусом Христос, будут управлять будущую вселенную. Мы не можем этого сейчас как-то представить. И апостол Павел, посланник Коринга, говорит, не видел глаз, не слышал ухов и на ум не приходилось человеку, что Бог приготовил для любящих его. И вот, в 13-й стих, говорит, что в нём, то есть, в Иисусе Христос, вы услышали слово истинное, благословение, и, вероятно, что в нём, то есть, в истинное, благословение, 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 благословение. И, что Бог, вот, спасший нас, искупил нас, он не оставил нас сиротами на этой земле. И, вы знаете, вот, в те времена, вот, когда... В Иисусе Христос, я не знаю, как стихи, цен, благословение, 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 благословение. И вот как раз это имя имеет и Дух Святой. То есть Он готовит Церковь Иисуса Христа, Невесту Иисуса Христа для вот этой великой роли управления будущей Вселенной. И это, дорогие братья и сестры, это только часть того, что мы имеем во Христе. Здесь дальше, по другой главе, вторая глава, пятый стих, говорится, что во Христе Бог оживотворил нас. И это, наверное, у нас есть первая глава, что есть Христа Христа. В первую очередь, в последнем году, мы говорим, что мы вернемся, но мы не вернемся, что мы вернемся, что Христа. Иисус, когда мы вернемся, что мы вернемся, что в Христе, в 2 главе 10 стих, мы созданы в Христе на добрых делах. Мы говорили, что никакими усилиями мы не можем достичь вот этого положения, быть уходным и божьем. Мы говорили, что наши жанки не могут быть уходными. Но уже как дети Божьи, мы должны жить уже по этим новым правилам Царства Небесного и уважать Богу с помощью Духа Святого. Мы стали близки к крови Христовой. Мы хотим во многих путешествовать. И вот как к вам приехал, я ощущаю эту близость, что мы дети Божьего Христия Иисусу. Мы хотим в любом случае, что мы получаем от этого мое сердце в Иисусу Христовой. В любом случае через Христов мы имеем доступ к Иисусу Христову, в 17 стихе. В 18-й, 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 19-й, 19-й, 20-й, 20-й. И 3-й, 12-й, 20-й, 20-й. И 3-й, 12-й, 20-й. В том числе мы имеем и в том числе этого, мы имеем и в том числе и в том числе, То есть, в любой момент мы можем, во имя Иисуса Христа, приходить к Его престолу. И вчера мы с молодежью говорили, вот послание Петра. И что Бог не повесил какой-то замок для специальных людей, вот эти все обетования. И я думаю, что не было ничего не было, не было ничего, не было ничего. У него нет каких-то приемных часов, в любое время Дети Божьи могут приходить к Нему. Это то, что богатство, те привилегии, которые мы имеем в Иисусе Христе. Это то, что богатство, те привилегии, которые мы имеем в Иисусе Христа. И апостол Павел как раз говорит, что он молится, чтобы верующие церкви и Ефеси могли понимать вот эти все богатства, которые мы имеем. И он говорит, что богатство, которые мы имеем в Иисусе Христа, которые мы имеем в Иисусе Христа. Поэтому, дорогие братья и сестры, я сам стараюсь идти по этому пути приближения, познания Бога и пользоваться тем, что бог дал во Христе мне и каждому из вас. И это все практически находится в открытом доступе. И это все, что богатство, которые мы имеем в Иисусе Христа. Молодцы пользуются компьютером, есть какие-то сайты, где есть специальный код, чтобы из Айти, что-то там читать и узнать. Но есть открыт доступ. И вот его богатство, его силы практически во Христе всегда открыт для нас. Это как для младенцев в Христе, так для проповедников, для пасторов, для всех это постоянно открыт. И вот, что Бог хочет, чтобы этот силы, этот обеспечения, они привыкли через нас на окружающий мир. И теперь мы хотим, чтобы это все, чтобы это было необходимо, чтобы это было необходимо. Мы хотим, чтобы это было необходимо, чтобы это было необходимо. Мы хотим, чтобы человек, которые были правдавы, наши правды. Продолжение следует...